И до затылка. И вот так человек ходит, поддерживается равновесие не отдельными мышцами, а вот такими тягами, которые так идут. И когда вы думаете, что у вас болит, болят суставы. Но когда начинаешь исследовать, человек показывает там, где нет сустава, что там? Там мышцы. Где показывает, где сустав, ты кришь пальцем, там не сустав, там место прикрепления мышц. Болят ли суставы? Да, конечно, суставы болят тоже, можно и там поисследовать. Но на первом этапе, когда есть артроз, артроз первой степени, он ремиологически не диагностируется, нет его на рентгене. Артроз это первая его степень. Это пилиартроз. Это нарушение функций или воспаление окружающих тканей. Что окружающая ткань суставов? Мышцы. Пилиартроз это заболевание мышцы. Все ваши артрозы начинались с того, что ваши мышцы неправильно работали. Все остальное потом. Ну, как бы это факт известный. Еще давно, потом эра нынешней ортопедии, как это наступило, и все переключились на лекарства, на замену суставов. О том, что если вот идешь по асфальту, а рядом тропинка, ты иди на тропинку, там амортизация будет получше. Есть тропинка, а рядом трава, или такая, знаете, в Санкт-Петербурге царские такие вот эти тропинки делались из битого гравия, там идешь к нему, и он амортизирует, он проваливается. Очень правильная вещь. У нас подобные тоже в санаториях делаются вещи. Так вот. Чем лучше амортизация, тем комфортнее в стопе, да? В стопе и вашем позвоночнику. Дальше удар передается на позвоночник, конечно. И мы видим, что не только арк стопы в этом участвует, а в этом сразу при вашем шаге участвует вся эта тяга. Вот по всему глинику. И все изгибы позвоночника на это не приодируют. Ну, это сложный достаточно слайд, но очень понятный. Если мы поймем, что у нас есть мышечные волокна, которые поддерживают нашу форму, те, которые организуют наши быстрые движения, те, которые организуют наши сильные движения. То есть для человека нужно хорошо понимать, что не надо поднимать тяжесть, чтобы иметь хорошую физическую форму, а надо именно позы свои регулировать упражнениями для поз. То есть есть мышечные волокна, которые у вас работают всегда, чтобы вы не делали. Они употребляют только кислород. Лежите вы просто, не просто поддерживают вашу форму. Стоите вы, они тоже работают. Нет рефлексы, как их отрегулировать. Да, вот этот слайд показывает. Да, просто изменение формы стопы. Просто пиковое давление не будет в пятках, там, в переднем отделе, а будет распределено просто по всей поверхности. И ваш спинной мозг, да, как реагирует, вот так по всему клинику, всеми этими своими вставочными нейронами, или даже с одного сра, вы видите, на очень много. И вот эти вот зелененькие, это то, что будет поддерживать вашу форму в одном или другом положении. И это будет зависеть совершенно всего от того, на что вы опираетесь. Ну, стоя, в первую очередь, астропы, а сидя, это, собственно говоря, ягодицы. Ну, а это технологии, которые позволяют это изменить. И мы видим здесь кроссовки, в данном случае лучшие, ну, или одни из лучших в мире, кроссовки ASICS. Разрабатываются в Японии стильки, стильки, заготовки которых разработаны в Новом Зеландии. Ну, а мы здесь в России очень хорошо их можем улучшить, потому что заготовка есть заготовка, а что из них делаешь, очень важный вопрос. В основном, видите, что все это через сеть интернировок у нас влияет на то, как будет себя поддерживать человек. И, в общем-то, это стандартные вещи, которые сейчас в мире известны. И вот еще раз обращаюсь к счетлям, это можно посмотреть, это Томас Майерс, например, его интернете тоже нужно найти для того, чтобы, ну, самим знать, родственниками сказать, может быть, когда-то в школе, а потом рассказать. Ну, сложно. И вот, этот слайд показывает, что мы можем целую среду свою сформировать правильным образом. Да, и вы видите, здесь очень интересное противопоставление, стиль такой зодобразный, в интернете постоянно. Здесь видите, что и эти всем известные пояса, да, и мы можем подобрать их по степени жесткости тоже. Если капу в рот положить на несколько часов, или поспать, то ваши желательные мышцы заработают по-другому, вы будете удерживать шею по-другому, и крылоснабжение вашего головного мозга улучшится. Ну, в общем-то, тоже известные вещи. Ну, вы видите, уже есть и стельки. Кроссовки Аси и стельки, вы видите, что, в первую очередь, конечно, бегуны их применялись, разрабатывали все эти стельки, Чарльз Байкласс, там, для бегунов, ну, и разные приспособления. Женщина стоит, вы видите, там, специальный материал, темпор. Ну, можно использовать и обычные материалы, пенополиуретан, обычный, подобрать его по степени жесткости, и спать, и быть значительно более здоровыми, и более активными. Здесь конкретно, на этом слайде, где показалось, что есть отпечаток в песке, и вы видите, что естественная стельда, если мы ходим, дает отпечатки, и формируется ложек в столеющую форму стопы, и мы сами своей стопой, если она правильно работает, она может это сформировать. Подошва уступает давлению тела, как естественная стельда, например, в кроссовках Асикс, и ложек в столеющую форму стопы можно сформировать степень. Ну, не знаю, что степень покрыла, но... Она вложена в эту стопу. Это вы ее сконструировали, да? Нет, стельку не сконструирую я. И этой технологии в мире нет такой, каковой. Потому что у каждой есть разные технологии конструирования. Но тот способ, который применил я, он позволяет сделать именно индивидуальную стельку. И именно в разных фазах шага, например, давление на стельку распределить таким образом, что ваши мышцы работают правильно. Почему? Потому что есть тесты. Есть тесты физиологические, которые контролируют, по-другому, что ваши мышцы неправильно. И именно их можно использовать. Ну, вот эта стелька, которая была вложена в тот ботинок. Вы видите, здесь я показываю на участке, на задней подушке. Про него вообще очень мало всегда думают. И он очень важен для того, чтобы поддерживалась вся линия мышц спереди. Мы обращали внимание, там на слайдах было больше сзади, а здесь вот спереди. И арка переднего свода, и работа пальцев, она очень сильно связана с работой всех ваших мышц спереди. Почему? Потому что не надо держать себя только мышцами спины. Ну, так. Можно, в общем-то, в обуви сформировать параметры естественные, в которых человек развивался. Или вот такой на просторах интернета погнайденный слайд. Та мысль, о которой я говорил, о том, что в обуви формируем поверхность, похожую на ту, в которой человек в орицах развивался, эту мысль, я думаю, не я. Она известна. И эта тенденция сейчас распространяется. И создается обувь, и она так называется, обувь для ходьбы. То есть это не привычные там туфли какие-то, босоножки. Да, а это то, что больше похоже на кроссовки. И сейчас, ну, чаще всего это, конечно, продается в магазинах спортивных, но она не спортивная обувь. Это обувь для ходьбы. Обратите на это внимание, потому что это очень важно. Можно даже, не обязательно ходить в кроссовках Haseks, но можно просто подобрать себе обувь с подошвой, которая более лягкая. И это очень значимо улучшит вашу здоровье. Ну, конечно, еще лучше, если вы обратитесь к специалисту, и вам подберут стельки по степени жесткости вам находящие, и затем уже сформируют из них поверхность, которая будет воздействовать на ваши зоны стопы, таким образом, что вы будете поддерживать прямое положение тела, и активными будут ваши рефлексы ходьбы. Человек о слабом воздействии весьма чувствительный. И это наш знаменитый биофизик Пригожин говорил. Я на конференции по биофизике участвовал, когда этот доклад представлял, и он вызвал живой интерес у публики биофизиков. И условия среды формирования вида человека разумны в поверхности, уступающей давлению тела, многообразие после движения. Ну, чистая вода, живая еда. И создание условий, направленных на активность двигательной системы, это ключ к оптимальной работе двигательного аппарата. И к включению опорно-двигательного аппарата и сопривания суставов. Ваши вопросы? Каблуки. Каблуки, шпильки. Цель этих вещей, цель этих вещей, показать красивыми ноги. Понимаете? Их и надо, значит, одевать тогда, когда человек хочет показать красивые ноги. Куда? На свадьбу, на свидание, первое. На работу. А на работу? На работу, если у вас парадный какой-то случай. Парадный случай. Понимаете? Это парадная форма одежды. Что-что? Шесть уроков отстоять на них. Нельзя? Нельзя. Нет, нельзя. Конечно, мне в школе приходится сталкиваться с тем, что дресс-код, который там предлагается, он очень часто не физиологичен и формирует нездоровье. И, ну, ладно, уже учителя, которые стали более пожилыми, их заставляет здоровье переходить на правильную логу, где кому-то всего лишь, ну, там, полтора-два сантиметра. Вот. А молодые учителя, конечно, нет. Молодые девушки, они, конечно, хотят... Они представляют, что каждый урок это парадная часть, но это не так. Это просто работа, и надо показывать о том, что... Надо показывать ученикам, как быть здоровыми, в первую очередь, а не как продемонстрировать там свои красивые ноги. Я думаю, так. Потому что продемонстрировать, как ты красив, достаточно парадной части, когда есть линейка, когда там, первое сентября, ну, какие-то еще вещи, это достаточно для обучения тому, как себя представить, понимаете. На каждый урок все-таки надо ходить здоровым, чтобы... Мы молодые ходили, а теперь ноги болят. Ну да, это обычная история. Теперь вы приходите ко мне, чтобы не болели. Шишки на стопе... О, как у пальца. У пальца большого разбил. Что это? На росте что это? Шишки. Это чаще всего называется... Это где большой палец, да? Чаще всего называется халюкс вальбус. Прим.